Алмаз Сан-Си Алмаз Сан-Си, как и многие другие исторические алмазы, вероятно, был привезен из Индии, а в Европе этот камень впервые увидели у короля Карла Смелого. В его мантии было четыре алмаза, покрытых грубой естественной корой. Голландский дворянин Луи де Беркен, открывший способ огранки, шлифовки и полировки драгоценных камней, в 1475 году огранил этот алмаз, который по величине своей считался первым в Европе. Карл Смелый мечтал завоевать всю Европу и верил в магическую силу драгоценного камня. По арабскому поверью, из двух воюющих сторон побеждает та, которая владеет более тяжелым алмазом. И король повелел вставить ограненный алмаз в свой шлем, наподобие современной кокарды. В битве с войсками швейцарцев Карл Смелый вступил в поединок с самым храбрым воином противника. На своем боевом скакуне он проскакал вдоль вражеского войска, развернулся на всем скаку, и неожиданно для всех встал напротив солнца. Все так ахнули от этой элементарной тактической ошибки. Однако во время поединка Карл начал мотать своей головой из стороны в сторону, солнечным зайчиком от бриллианта ослепил противника, а потом проткнул его шпагой. Было так в действительности, или это только легенда, неизвестно. Но только в битве при Нанси драгоценный алмаз не принес Карлу Смелому успеха. Войско его было разбито, а сам он, спасаясь бегством, потерял бриллиант из своего шлема и в этот же день был убит. Валявшийся на обледенелом поле бриллиант подобрал один швейцарский солдат. Но он не знал цену драгоценным камням и стал пользоваться бриллиантом как кремнем, высекал им огонь для своей курительной трубки. Вскоре красивый камень отобрал у солдата его командир и продал его, как безделицу, протестантскому священнику за один гульден. Тот уже в три дорога перепродал бриллиант испанскому негацианту за три гульдена. Испанец продал драгоценный камень португальскому королю Альфонсу Африканскому, который не один раз закладывал алмаз ростовщикам, а потом продал его за сто тысяч франков французскому маркизу Николасу Горлею де Санси. От него камень и получил свое название. Маркиз де Санси дружил с королем Франции Генрихом Третьим, последним отпуском династии Велуа, которому не раз помогал в финансовых затруднениях, закладывая банкирам свой алмаз. Однажды, по повелению короля, де Санси отправился в Швейцарию для набора солдат во вспомогательное войско. Генрих Третий нуждался в деньгах и попросил у маркиза временно уступить ему алмаз, чтобы под его залог достать нужную сумму денег. Маркиз де Санси, находясь в это время в швейцарском городе Салатурне, послал во Францию алмаз с одним из преданных слуг и напомнил ему, чтобы тот остерегался разбойников. На это верный слуга отвечал, что если он и погибнет, то алмаз разбойникам не достанется. На дороге в Юрских горах слуга заметил шайку разбойников и, желая скрыть от них алмаз, проглотил его. Грабители обыскали его и в негодовании на свое обманутое ожидание, убили доброго и верного слугу. Маркиз де Санси тщетно ожидал возвращения слуги и очень беспокоился, что от него нет никаких известий. Когда тревога его достигла предела, он употребил все средства, чтобы отыскать слугу. Наконец маркиз узнал, что слуга убит, а тело его погребено на крестьянском кладбище. Николас де Санси, приехав в указанное место, приказал выкопать тело своего слуги, по вскрытии которого и был найден алмаз. Радуясь возвращению драгоценного камня, маркиз вместе с тем искренне горевал о невозвратной потере верного и преданного ему слуги. После смерти Генриха Третьего, маркиз де Санси по просьбе следующего французского короля несколько раз пытался продать бриллиант, но цена камня была столь высокой, что покупателей на него не находилось. В конце концов, его купил английский король Яков Первый всего лишь за 60 тысяч экю, да и то в рассрочку. Много еще владельцев сменил знаменитый алмаз. В 1649 году он снова возвратился во Францию, где попал в сокровищницу кардинала Джулио Мазарини. В 1755 году, когда на царство венчался Людовик XVI, алмаз был уже в короне французских королей и составлял собственность сокровищ французского двора. Во время французской революции бриллиант Санси вместе с другими королевскими сокровищами был украден, и долгое время его местонахождение было неизвестно. Даже при Наполеоне, когда все драгоценности были найдены, знаменитого алмаза среди них не было. Наполеон Бонапарт любил драгоценности, и, конечно же, сразу заинтересовался историей алмаза Санси. Но на след камня не удалось напасть даже самому ловкому из шпионов Наполеона по прозвищу Блейвейс. Но вот в 1830 году по Парижу разнесся слух, что русский промышленник Демидов, владелец уральских заводов, за 500 тысяч франков приобрел алмаз Санси для своей жены Авроры Карловны. Демидову через негацианта Жана Фределейна алмаз попал от Марион Бургиньон, герцогини Берийской, дочери Франциска I, короля обеих Сицилий. В смутные 30-е годы XIX века она, к тому времени уже вдова, решила возвести на французский престол своего малолетнего сына Генриха, как последнего представителя старшей линии бурбонов. В организованном ею заговоре принимал участие и барон Жорж Дантес, будущий убийца Пушкина. Однако состояние герцогини к тому времени оскудило настолько, что она решилась продать свою богатую библиотеку. Но о продаже алмаза, который в то время был собственностью государства, герцогиня умолчала. Тем не менее, об этом стало известно в высших кругах французского общества, и правительство предъявило судебный иск Демидову в том, что, решившись на приобретение краденой вещи, он уронил свое достоинство. Многие из общества отвернулись от Павла Николаевича, а торговый дом Демидова обрел репутацию непорядочного. Дело тянулось очень долго, пока в суд не явилась сама герцогиня Берийская. Сверкая усыпанной цейлонскими сапфирами диадемой, она заявила, что Санси принадлежит ей, так как попал к ней от ее бабушки, которая получила этот драгоценный камень в подарок от Людовика XVI. В обществе поползли слухи, что эта романтическая история обошлась Демидову еще в 150 тысяч франков, но сам он был реабилитирован. Утром после свадьбы Демидов преподнес своей молодой жене бриллиант в платиновой шкатулке для украшений. Кроме бриллианта, в этой шкатулке лежало еще четырехрядное ожерелье из жемчужин размером в лесной орех. Брак этот, однако, оказался недолгим. Через три года Демидов умер, а после смерти мужа Аврора Карловна появлялась в свете только в темных однотонных туалетах. Но шею ее всегда украшал Санси на платиновой цепочке. Много лет спустя Аврора Карловна вышла замуж за гвардейского офицера Андрея Николаевича Карамзина, сына известного писателя. Из Парижа, где она жила с мужем, Аврора Карловна писала своей сестре. Санси и мое жемчужное ожерелье производят здесь удивительный эффект. Говорят даже, что некоторые дамы добиваются приглашения в дома, где я бываю, только для того, чтобы увидеть мои жемчуга. Андрея уверял меня, что вчера на балу он все время знал, где я нахожусь, благодаря образовавшейся вокруг меня толпе, следовавшей за мной повсюду. Документальных сведений о том, кто владел Алмазом Санси после Авроры Карловны, нет никаких. Но странствия знаменитого бриллианта, видимо, продолжались еще долго. В настоящее время существует около восьми версий о последнем его местонахождении, но в разных источниках приводятся разные сведения о бриллианте, претендующем на имя Санси. Так, например, исследователи Банн и Смит утверждают, что Санси восхищались на всемирной выставке в Париже в 1867 году, а потом его приобрел лорд Астер. Но кто представлял бриллиант на выставке и у кого лорд Астер купил его, неизвестно. А вот что пишет Рыжова. Безымянный бриллиант, вделанный в кольцо, по сообщениям американской печати, продавался с аукциона. На аукционе скрестили шпаги Жаклин Кеннеди, в то время жена греческого судовладельца Анасиса, и голливудская кинозвезда Элизабет Тейлор. Однако камень был приобретен Кенмером, представителем ювелирного дома Кортье. Впоследствии знаменитый бриллиант как будто перешел от Кортье к Элизабет Тейлор.